Сура 46. Пески. С именем Аллаха Милостивого, Милосердного. Ха-Миим. Эти буквы являются одним из чудес Корана, и их смысл знает только Аллах Всевышний. Неспослание этой книги, Корана, идёт от Аллаха, Могущественного, Мудрого. Мы создали небеса и землю и то, что между ними, только поистине, не просто так, и на определённый срок, который знает только Аллах. А те, которые стали неверующими, не признав Аллаха единственным истинным Богом, уклоняются от того, о чём их увещают, не размышляют и не принимают истину. «Скажи, о посланник, многобожникам, думали ли вы о тех божествах, которым вы обращаетесь с мольбой, поклоняетесь им, кроме Аллаха? Покажите мне, какую часть земли они создали. Или же у них есть соучастие вместе с Аллахом в творении небес? Принесите мне какую-нибудь книгу от Аллаха более раннюю, чем это, чем Коран, или какой-нибудь след знания в поддержку ваших утверждений, если вы правдивы. И кто же более заблудший и невежественный, нежели чем тот, кто обращается с мольбой, кроме Аллаха, к тем измышленным богам, которые не ответят им на их просьбы до Дня Воскрешения? И они, ложные божества, к их мольбам беспечны, даже и не знают, что к ним обращаются. А когда будут собраны все люди в Судный день, они, те божества, окажутся им, многобожникам, врагами и будут отрицать и отказываться от их, многобожников, поклонения. А когда им, многобожникам, читаются наши знамения, аяты Корана, будучи ясными в изложении, имеющей очевидный смысл, говорят те, которые стали неверующими об истине, об аятах Корана после того, как она истинно пришла к ним. Это Коран, явное колдовство, которое придумал Мухаммад. И неужели они, многобожники, скажут «Измыслил он, Мухаммад, его Коран? Скажи, о посланник, этим многобожникам, если бы я измыслил его, то вы не смогли бы ради спасения меня отклонить хоть чуточку полагающегося за это наказание от Аллаха? Он – Аллах, лучше кого-либо знает то, о чём вы разглагольствуете. Достаточно его, как свидетеля между мною и вами. И он – прощающий тех, которые совершают полное покаяние перед ним и милосердны к своим верующим рабам. Скажи, о посланник, многобожникам из твоего народа, я не новинка, не первый среди посланников, которых Аллах отправлял к людям, и не знаю я, что будет сделано, что сделает Аллах со мной и с вами в этом мире. Когда я вам что-либо повелеваю или что-то делаю сам, я лишь следую за тем, что мне внушается, как откровение от Аллаха. И я – только разъясняющий увещеватель, который ясно возвещает вам о том, что Аллах вас даст наказанием за грехи. Скажи, о посланник, многобожникам, думали ли вы о том, что если он, Коран, на самом деле от Аллаха, а вы выразили свое неверие в него, и в то время как свидетель из числа сынов Исраила засвидетельствовал о подобном ему, о подобной Корану Торе, в которой также содержится указание на то, что Мухаммад является истинным пророком и посланником Аллаха. И он, свидетель, уверовал, а вы проявили высокомерие, отвергнув истину. Абдуллах бин Салям был вначале иудеем, но затем принял истинную веру и стал одним из подвижников посланника Аллаха. Поистине, Аллах не ведет к истине людей, которые являются притеснителями, не помогает в этом тем, которые причинили величайшее зло самим себе, проявив неверие в Аллаха. И говорят те, которые стали неверующими, не признали Мухаммада посланником Аллаха, тем, которые уверовали. Если оно, то, с чем пришел Мухаммад, было бы действительно благом, то нас бы не опередили к нему, мы раньше всех бы признали Мухаммада посланником Аллаха. И когда они не находят верного пути с ним, с Кораном, и не воспользуются истиной, которая содержится в книге Аллаха, они скажут, это давняя ложь, которую выдумали прежние поколения людей. И до него, до Корана, мы не спослали книгу Мусы, Тору, предводителем, руководством для потомков Исраила и милостью для тех из них, кто уверует в Тору и будет выполнять то, что в ней повелено. А это, Коран, является книгой, подтверждающей истинность тех писаний, которые были не спосланы Аллахом до него, и мы не спослали его на арабском языке, чтобы увещевать о наказании Аллаха тех, которые совершают зло самим себе, становясь неверующими или же ослушаясь Аллаха, и как радостная весть для добродеющих, которые повинуются Аллаху и проявляют искренность своей вере и подчинении своему Господу. Поистине, те, которые сказали «Господь наш Аллах» и затем придерживались прямоты, веря в Него, не будет страха над ними от ужасов судного дня, и не будут они опечалены после смерти тем, что оставили за собой мирские радости. Такие являются обладателями, обитателями рая, вечно пребывая в Нем, в раю, по милосердию Аллаха для них, в воздаянии за те праведные дела, которые они совершали. «И мы завещали человеку, чтобы он относился к своим родителям наилучшим образом и при их жизни, и после нее, ведь мать носит его в своем животе с тягостью, уставая и рожает с тягостью, испытывая сильные боли, и общим сроком вынашивания его в животе и отлучения его от груди составляет 30 месяцев. Мать имеет больше прав, нежели отец, так как она терпит больше трудностей. И когда он, этот человек, достигает крепости, предела умственной и телесной силы и достигает возраста 40 лет, он обращается с мольбой к Аллаху и говорит «Господи, внуши мне, чтобы я всегда благодарил Тебя за Твою милость, Твои благодеяния, которые Ты оказал мне и моим родителям, и сделай меня таким, чтобы я всегда совершал праведные деяния, которыми Ты доволен, и устрой для меня благое в моем потомстве». Поистине, я обратился с покаянием к Тебе, и поистине, я из числа предавшихся Тебе, принявших покорность и подчинение Тебе. Те, от которых мы принимаем лучшие из праведных деяний, что они совершили, и прощаем им их плохие поступки, окажутся они среди обитателей рая, по правдивому обещанию, которое было им обещано, Аллахом. А есть и такой, который говорит своим родителям, когда они призывают его уверовать в Аллаха и в то, что будет судный день, «Тфу на вас! Неужели вы обещаете мне, что я буду выведен из моей могилы снова живым? Но ведь уже прошли, уже жили на земле поколения прежних людей, которые были до меня, и ни один из них еще не воскрес». Они же, его родители, взывают за помощью к Аллаху, чтобы он даровал ему веру, и говорят ему, «Горе будет тебе! Уверуй, признай истину и совершай благодеяние, ведь обещание Аллаха о воскрешении – истина, и нет сомнения в ней». Он же говорит своим родителям. «То, что вы рассказываете мне, – ничто иное, как выдуманные легенды древних народов. Те, говорящие подобное, являются теми, которым истинно подходит слово Аллаха, сказанное им Иблису, что он и все его последователи будут ввергнуты в ад относительно народов, прошедших до них из числа джинов и людей. Поистине, они оказались в убытке, променяв истинный путь на заблуждение, и тем самым рай на наказание». И у каждой группы, и у группы верующих, и у группы неверующих, в судный день будут свои степени в том, что они совершили, чтобы он, Аллах, полностью воздал им, и верующим, и неверующим, за их деяния, и они не будут обижены. Аллах не прибавит ничего к их плохим деяниям и не убавит ничего из благих дел. И в день, когда будут представлены те, которые стали неверными, к огню для наказания, и будет им сказано, «Вы свои блага, которые были даны вам, провели, потратили в вашей земной жизни и насладились ими, а сегодня вам воздастся наказанием унижения в аду, за то, что вы проявили высокомерие на земле без права, и за то, что вы были непокорными Аллаху в подчинении Ему. И расскажи, о посланник, своему народу, о брате Адитов, о пророке Худи, который был послан к народу Ад. Вот предупреждал он свой народ, Валь-Ахкаф, о том, что их может постичь наказание Аллаха, когда прошли уже предупреждающие увещеватели, пророки и посланники, и до него, Худа, и после него, призывая свои народы. «Не поклоняйтесь и не служите никому, кроме Аллаха. Поистине, я боюсь за вас, что за поклонение кому-либо, кроме Аллаха, вас постигнет самое сильное наказание Великого Дня, Дня Суда». Аль-Ахкаф – местность на юге Аравийского полуострова. Они сказали, «Неужели ты пришел, чтобы ложью отвратить нас от наших богов, от поклонения им? Приведи же нам то наказание, что ты обещаешь нам, если ты из числа правдивых, говорящих правду». Пророк Худ сказал, «Поистине, знание о времени, когда придет обещанное вам наказание, только у Аллаха, а я передаю вам от Аллаха только то, с чем послан как пророк. Но я вижу, что вы, люди невежественные, даже не знаете о том, что может вас постигнуть, прося скорейшего наступления наказания для самих». И когда они увидели, что то, о чем их предостерегал пророк Худ в виде огромной тучи, распростертой по всему горизонту, направляющейся к их долинам, надвигающихся в их сторону, они сказали, «Это туча, которая прольет нам дождь». Но пророк Худ сказал им, «Нет, это вовсе не дождь, это то наказание, с чем вы торопили. Вихрь, сильнейший ветер, в нем мучительное наказание». Этот вихрь разрушает и губит всякую вещь по повелению, по воле своего Господа. И наутро оказалось, что после этого наказания остались видны только жилища их. Так мы воздаем людям, которые являются бунтарями, за их неверие и противодействие Аллаху. И еще прежде мы дали им, аддитам, такие возможности в том, в чем вам, о Куройшиты, не дали таких возможностей, а именно богатство, продолжительность жизни и большие, сильные тела. И мы сделали для них, дали им слух, зрение и сердца, разум. И этими чувствами, которые им дал Аллах Всевышний, они отвернулись от доказательств, о необходимости поклоняться и служить только Аллаху, и напоминаний о том, что злостных ослушников постигнет наказание от Аллаха. Но не спасли их ни их слух, ни их зрение, ни их сердца, разум, ни от чего, ни от доли наказания, так как они отрицали знамение Аллаха и постигло их то, над чем они издевались, насмехались. И уже мы погубили те селения, что вокруг вас, селения аддитов и самудян, и для них мы распределили знамения, показали им ясные знамения и доказательства, чтобы они вернулись к истинной вере от своего неверия. Отчего же не помогли им те божества, которых они, погубленные народы, взяли вместо Аллаха богами, как средство приближения к Аллаху. Наоборот, они, божества, исчезли от них, не отвечают им. Такова их ложь и то, что они измышляли, придумав для себя богов. И расскажи, о посланник, как мы направили к тебе толпу из джиннов, чтобы они выслушали от тебя Коран. Когда же они явились к нему, читаемому пророком Корану, они, джинны, сказали одни из них другим, молчите и давайте внимательно слушать. Чтение Корана произвело на них сильное впечатление. И когда чтение Корана было завершено, они вернулись к своему народу, как предостерегающие увещеватели, что их постигнет от Аллаха бедствие, если они не уверуют в него. Они, джинны, сказали, «О народ наш, поистине мы слышали книгу, Коран, которая была ниспослана после пророка Мусы и которая является подтверждающей истинность того, что было ниспослано от Аллаха до нее, до этой книги, Корана. Она, книга, которую мы слышали, ведет к истине и прямому пути. «О народ наш, отвечайте призывающему от Аллаха, ответьте на призыв посланника Аллаха и уверуйте в него, Коран. Тогда он, Аллах, простит вам ваши грехи и сохранит вас от мучительного адского наказания». А кто не ответит призывающему от Аллаха, не ответит призыву посланника Аллаха, то он не сможет ослабить Аллаха, чтобы избавиться от его наказания на земле, и нет ему помимо него Аллаха защитников, помощников, которые бы защитили его от наказания Аллаха. Такие находятся в явном заблуждении. И разве они не думали о том, что Аллах, который сотворил небеса и землю, изначально, без какого-либо прообраза, и не ослаб сотворив их в состоянии оживить мёртвых, которых он уже когда-то создал? О да, для Аллаха всё легко, ведь поистине он над всякой вещью мощен. И в тот день, когда будут представлены те, которые стали неверными пред огнём ада для наказания, их спросят, «Разве это наказание для вас не по праву?» Они скажут, «Да, клянёмся нашим Господом, что это наказание по праву. Он скажет, «Вкусите же наказание за то, что вы совершали неверие. Терпи же, о посланник, когда тебе причиняют страдания те, которые отвергают тебя, как терпели обладатели твёрдости из числа посланников, а именно, Нух, Ибрахим, Муса, Ииса, да будет мир им. Ведь и ты, Мухаммад, тоже из их числа. И не торопи для них наказание от меня». В тот день, в день суда, когда они увидят то наказание, что было обещано им, им покажется, как будто бы они пробыли в земной жизни только час дня. Это возвещение для них и для других. Разве ж бывает погублен наказанием Аллаха кто-нибудь, кроме народа, непокорного Аллаху? Продолжение следует... Продолжение следует...